Россия всегда дорожила репутацией надежного поставщика энергоресурсов в Европу. Сегодняшние риски возникают, риски с поставками газа на европейский континент, но они возникли не по нашей вине, а прямо надо сказать, что здесь все и так понимают, о чем идет речь, по вине транзитной страны Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитера нашего газа в Европу. Ситуация парадоксальная. Украина признает действующий контракт, который сама и подписала в 2009 году. Кстати, подписывали этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Но подписав, исполняла в течение ряда лет, а сегодня отказывается по нему платить, настаивая на льготах непредусмотренных контрактов. Говорят, на Украине трудное экономическое положение. Мы знаем. И не просто знаем, мы ведем себя очень по-партнерски. Мы пытаемся помочь. Предоставили в прошлом году, вы знаете, огромный кредит, 3 миллиарда долларов. Предоставили скидку на первый квартал текущего года при условии, хочу это подчеркнуть, и то и другое было сделано при условии погашения накопившейся задолженности и уплаты текущих платежей. Задолженность не только не погашена, но и увеличилась. А текущие платежи вообще перестали платить, даже со скидками, я хочу это подчеркнуть, даже со скидками не платят. Вопрос, где наши деньги, на что пошла наша многомиллиардная помощь. Поскольку условия не были исполнены, Газпром вернулся к системе полных платежей, предусмотренных контрактом. Ничего нового мы не придумали. Мы сделали все, как и было обговорено на момент предоставления этой помощи и скидок. Да, проблема существует, но убежден, все эти проблемы решаемы. Для этого необходим лишь конструктивный диалог. Именно такую позицию обозначил в своих обращениях в адрес европейских лидеров. К сожалению, четкого, прямого ответа мы пока не получили. И все же рассчитываем на адекватную, взвешенную реакцию со стороны наших коллег. Это соответствовало бы нашим общим интересам, интересам и России, и Украины, и европейских стран.